МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доклад прошел в новой для ангарской форме, перед широкой общественностью. Обозначу приоритеты нашей работы. Основные. Первый. Социальная политика. Поддержка за счет средств муниципального бюджета социально незащищенных слоев населения. Выполнение майских указов президента и основных тезисов послания губернатора Иркутской области. Ликвидация очередь в детские сады. Создание условий для оказания медицинской помощи населению. Второе. Третье. Развитие физической культуры и массовых видов спорта. Четвертое. Решение жилищных проблем жителей. Пятое. Создание комфортных, безопасных условий для жизни. Бюджет ангарского муниципального образования на 2015 год внесены серьезные изменения. Предложения, подготовленные Управлением по экономике и финансам, депутаты Думы ОМО рассмотрели на очередном заседании. Из инвестиционной программы района исключается возведение дошкольного учреждения в 17 микрорайоне. Более 32 миллионов рублей на эти цели будут выделены из федерального бюджета. А вот завершение строительства детского сада в 29 микрорайоне ляжет на плечи ангарского муниципального образования. Вы помните, мы рассчитывали на поддержку Роснефти по соглашению 2014 года. К сожалению, в сегодняшний день и в прошлом году эти средства не поступили. Посадник нужно открывать, поэтому мы изыскали средства внутри собственного бюджета и финансировали направления именно в этом объеме. Мы не теряем на сегодняшний день надежду. Мы думаем, что в марте, в марте мы должны получить окончательную информацию и взрослой нефти будет продолжена поддержка или не будет. На завершение строительства из бюджета района затратят 48,5 миллионов рублей. Кроме того, в районной казне предусмотрены средства на возведение культурных учреждений и спортивных объектов в Водинске, Медете и Саватеевке. Предложенные изменения депутаты приняли единогласно. Решить проблемы правового характера. С этой целью и были созданы приемные членов общественного совета. Однако зачастую им приходится консультировать людей и по другим вопросам. С какими просьбами обращаются жители, смотрите в следующем материале. Каждый третий четверг месяца в фойе здания УВД очень многолюдный. В этот день здесь проводится личный прием членов общественного совета. На консультации люди записываются заранее. Каждый приходит со своей проблемой. Получилось нападение. Трое ворвались, сломали двери. Но тут мы писали и все время отказные материалы. С апреля прошлого года Валерия Тимошенко не может добиться возбуждения уголовного дела. Не нашли и нападавших. Ангарчанин обращался во все инстанции, вплоть до прокуратуры. С этой проблемой пообещали разобраться. А вот следующая посетительница обратилась вопросом отнюдь не правового характера. Много лет пенсионерка откладывала деньги на книжку и как-то не досчиталась значительной суммы денег. Никогда не смотрю ничего. Что там мне записали, что ушла. Когда накопила маленечко еще копеек, снова пришла на пополняй же положить. Хватилось, а книжку открыла, у меня 12 тысяч этих, не записано. Стала спрашивать, а не знаю откуда, а почему, а когда ложила. Найти свои деньги Ангарчанка не может с сентября прошлого года. Заместитель начальника ОВД Игорь Газинский посоветовал женщине, в какие банковские подразделения ей следует обратиться. Помог и член общественного совета Сергей Грязнов. Ему нужно нервы свои поберечь, они дороже, чем 12 тысяч стоят сегодня. Вот второй раз. Но мама, дети вам должны помочь, чтобы вот таких вопросов больше не было. В этот день на личный прием записалось 15 ангарчан. Хотя, по словам членов общественного совета, обычно желающих получить консультацию гораздо больше. Елена Милюта, Владимир Селиванов, Местное время. Сюжет о бедственном положении украинских семей, который мы показали в одном из прошлых выпусков нашей программы, не оставил ангарчан равнодушными. Известный предприниматель обратился в телекомпанию с просьбой передать беженцам партию продуктов. В общежитиях, где разместились 16 семей, привезли более тонны продовольствия. 250 килограммов сахара, 850 гречки и других круп, 100 кило муки, а также подсолнечное масло. Продовольствие беженцам благотворители привозили и ранее. Но вот такой увесистый груз впервые. Еще с осени в запасниках жильцов общежития осталось немного овощей, тушенка и сгущенка. Теперь рацион пополнился. Группами сейчас нам помогли. Большое спасибо людям, которые это делают. То есть это все очень нужно и важно, потому что мы детям и блинчики печем, баладушки жарим, кашки варим. Очень нужно все. В этом общежитии проживают 16 семей. Всего 35 человек, в том числе и дети. Практически все взрослые работают в АУСе. Зарплаты скромные. Например, Ирина, трудясь маляром, получает около 8 тысяч рублей в месяц. Ее муж немногим больше 10. Минус оплата общежития, детского сада за двух малышей. На еду остаются крохи. Без помощи ангарчан не выжить. Ну, больше всего меня, конечно, в этой ситуации задевают дети. Потому что у меня у самого много детей. И вот их, так скажем, нерадостные глаза или голодные меня просто выбивают из колеи. Поэтому то, что я сделал, это просто потому, что хочется чувствовать себя человеком. Начинание Виктора Суворова сработало и как хороший пример. Оптовая компания, в которой приобретались продукты, тоже выделила беженцам помощь. Сахар, крупы, макароны никогда не будут лишними. Так же, как и желание заботиться о ближних, помощь может оказать каждый. Елена Жерлова, Владимир Сильванов, Местное время. Благотворительную помощь оказывают и юные горожане. Посылки военнослужащим собрали ко дню защитника Отечества. Муниципальная акция проходила в Музее Победы. Благодарность за внимание и заботу солдаты из воинской части 3695 приготовили концертную программу с подробностями Яна Попова. Акция «Посылка воину» ежегодная и проходит в Ангарске много лет. Вчерашние школьники, еще недавно собиравшие всем классом подарки для военнослужащих, теперь, став родителями, помогают детям. Роль такой символической поддержки, безусловно, важна для обеих сторон. Да, конечно, хорошо. Конечно, это хорошо, потому что поддерживают армию, просто обращают внимание на армию и понимают вопрос именно службы и вообще позитивное отношение к этому воспитывается. Посылки собирали почти всем городом. Участвовали более 30 учреждений – детсады, школы, гимназии и лицеи, патриотический отряд «Пересвет». Ребятам объяснили, как важно защищать свою родину и рассказали об истоках праздника. Родители в этом всем участвуют, соответственно, смогут что-то передать своему ребенку. И научить правильные вещам. Поэтому поздравляю всех защитников Отечества настоящих и будущих с наступающим этим праздником и благодарю всех, кто так или иначе принял участие в этой акции. В конце акции ребятишки и военнослужащие из оперативного полка сфотографировались на фоне стены из подарков. Всего солдаты увезли в часть 61 коробку с рисунками, сладостями, средствами личной гигиены и канцелярии, что порой так необходимо. На службе. Яна Попова, Дмитрий Новопашин. Местное время. Традиционный конкурс «Леди в погонах» завершился во Дворце культуры «Энергетик». За титул боролись шесть обаятельных сотрудниц силовых структур и военных подразделений города. Участницы маршировали, читали стихи, пели песни и танцевали вальс. Финалисткой стала представительница воинской части 36-95. Все очень понравилось. Все шикарные эмоции очень много. Всем спасибо огромнейшее. Организаторы просто оказали огромнейшую помощь нам во всем. И у нас все получилось. На территории военной базы в черте Ангарска произошла перестрелка. Четыре команды в камуфляжной форме выясняли, кто из них лучший. Соперники – ребята из областного детского дома и первого интерната. Встретились на турнире по пинболу. Подробности в нашем следующем сюжете. Команда красных против команды оранжевых. В алых галстуках – девчонки. В солнечно-рыжих – мальчишки. Прекрасный пол в интернате и детском доме не считается слабым. Девочки – все самостоятельные и сильные духом. Однако с ребятами соревноваться все равно трудно. Девчонкам в этом бою хорошо досталось. Которых попали, он бежит до базы или в маску, или куда. До базы бежит, тронется и обратно идет. То, что когда не можешь целиться, и тебе попадает в обратку. Больно? Да. То, что стреляешь, ощущаешь, что ты как будто бы на войне. Давним помощником и надежным другом детского дома является общественная организация «Благо». Через такие игры и соревнования в детях растет и укрепляется патриотический дух. С ребятами уже работаем более года. Проект наш патриотический. И все мероприятия направлены на патриотический лад. В этот раз мы хотим ребят поздравить с 23 февраля. И, в принципе, и наше мероприятие приурочено к 23 февраля. А сейчас мы подключили еще депутата Ангарского муниципального образования для помощи в организации этого мероприятия. Дорогие юноши и девушки, на вас сейчас, я уверена, в будущем нашего города и нашей страны. Желаю вам достичь поставленных перед вами целей, достичь всего желаемого вами. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в учебе. На такие турниры ребят снаряжают по всем правилам. Защитные маски, берцы, из оружия пневматический маркер стреляющей краской. В игре участвуют дети старше 12 лет. Пейнтбол – игра для любого сезона. Но зимой, как признались участники, гораздо интереснее. Кто где играл? Мы теперь американцы. Меняете старыми базами. Ко дню Защитника Отечества организаторы мероприятия приготовили ребятам угощения и подарки. Три команды получили медали и дипломы, а отряд чемпионов – кубок победителя. Это были главные события недели. Свежие новости узнаем из местного времени. До встречи.